Ночью красноармеец принес повестку, а на заре, когда Алька еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну, в поход. Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же заявил, что и он хочет идти в поход тоже. Он, вероятно, бы закричал, заплакал, но совсем неожиданно мать ему в поход идти разрешила. И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, Алька съел без каприза полную тарелку каши и выпил молока, а потом они с матерью сели готовить походное снаряжение. Мать шила ему штаны, а он, сидя на полу, выстругивал себе из доски саблю. И тут же за работой разучивали они походные марши, потому что с такой песней, как «В лесу родилась елочка», никуда далеко не нашагаешь. И мотив не тот, и слова не такие. В общем, эта мелодия для боя совсем не подходящая. Но вот пришло время матери идти дежурить на работу, и дела свои они отложили на завтра. И так день за днем готовили Альку в далекий путь. Шили штаны, рубахи, знамена, флаги, вязали теплые чулки, варежки. Одних деревянных сабель рядом с ружьем и барабаном висело на стене уже семь штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою у звонкой сабли жизнь еще короче, чем у всадника. И давно, пожалуй, можно было бы отправляться Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при таком морозе, конечно, недолго схватить и насморк, или простуду. И Алька терпеливо ждал теплого солнца. Но вот и вернулось солнце, почернел талый снег. И только бы, только начать собираться, как загремел звонок. И тяжелыми шагами в комнату вошел, вернувшийся из похода, отец. Лицо его было темное, обветренное, и губы потрескались, но серые глаза глядели весело. Он, конечно, обнял мать, и она поздравила его с победой. Он, конечно, крепко поцеловал сына, потом осмотрел все Алькино походное снаряжение. И, улыбнувшись, приказал сыну, все это оружие и амуницию держать в полном порядке, потому что тяжелых боев и опасных походов будет и впереди на этой земле еще немало.